В Дубасарском центре реабилитации сейчас много детей. Приехали со всего Приднестровья. Просятся даже из Молдовы. Там таких центров нет. Как помогают детям с инвалидностью в Дубасарах, увидела наш корреспондент Дарья Булига. Вот так 7-летний Даня лежит на парафинотерапии и заинтересованно смотрит, что на телефоне ему показывает мама Даша. У Дани задержка речевого развития и аутизм. Любимое его занятие – это прыгать на батуте и играть в баскетбол. Сейчас у Дани небольшие проблемы с осанкой, поэтому он ходит на процедуры. Мама всегда рядом, держит сына за руку. Так спокойнее. Раньше немножко было сложнее лежать и сидеть, как гиперактивность. А сейчас лежу с удовольствием, уже приходит, уже сам знает, что делать. Ложится, купается, массаж тоже. Когда столкнулись с диагнозом, со всеми проблемами, тут мы нашли понимание, и сын начал себя хорошо тут чувствовать, и ходит до сих пор с удовольствием. А это маленькая Катюша. Она проходит уже второй курс оздоровительных процедур. К массажу уже привыкла, и ей очень нравится, говорит ее мама Зинаида. Катюше центр очень помог. Мне не первый раз уже. Ей нравится, во всяком случае, в центре ей очень нравится, и она спокойно себя ведет с детьми, и с детьми ей интересно. Все хорошо, мы довольны. Центр реабилитации находится в новом здании уже четыре года. Все построено на деньги бюджета. Лечение, питание бесплатно. Сюда на реабилитацию приезжают десятки детей вместе с родителями со всей республики. Сейчас в центре 37 ребят из Дубосары Григориополя. Один из них – Станислав. Раз в два месяца Стасик вместе с мамой Аленой приезжает сюда из Бутера. Их бесплатно привозят и отвозят. Алена говорит, процедуры очень помогают сыну. Делаем реабилитацию здесь в Дубосары. Как себя чувствует, сынок? Стасик, как тебе, как себя чувствует? Агараты? Класс! Почти ходим за ручку, есть после процедуры, но надо с ним еще работать. В центре с детьми работают логопеды и психологи. А еще проводят оздоровительную физкультуру и прогулки на свежем воздухе. Все это входит в социальную программу, за которую платит государство. Но что будет теперь, когда деньги из преднестровского бюджета заберет Молдова? Мы спросили у директора реабилитационного центра, что она думает по этому поводу. Могу сказать только свои надежды и чаяния, что это не отразится. Но я понимаю, какая нагрузка ляжет и на госбюджет, и на местный бюджет, из которого финансируется содержание нашего учреждения. Я очень надеюсь, что в силу того, что категория детей, которых мы принимаем, самовыязвимая, очень нужна эта в наших услугах, все останется как прежде. Ну, дай Бог, будет так. С 22 января в центре начинается курсовая реабилитация. Дети со всей республики приедут сюда вместе с родителями на две недели. Все процедуры, проживание и питание бесплатные. Все затраты на себя берет государство. Желающих намного больше, чем мест. Такие центры нужны, и их должно быть больше, говорит директор. Вот только Молдову, судя по всему, проблемы особенных детей Приднестровья не волнуют.